Походу начнем с вещей таких общеобразовательных и развивающих, конкретики, может быть, больше народу подойдет. А вещь такая, как раз общая, от которой хотелось бы оттолкнуться, она, ну, по крайней мере, как-то всегда в это упираемся, вот сколько я лекций на эту тему читаю в Академии Госслужбы в Москве и все где-то, что в начале 90-х, в середине 90-х, когда шла речь и когда шла подготовка к присоединению России к Совету Европы, ну, вследствие чего бы признала Россия для себя юрисдикцию Европейского суда, то всеми, то есть и обществом, и руководством государства, видимо, профессиональным нашим с вами сообществом, это рассматривалось как такое безусловное благо, да, то есть все хотели в Европу, вот, иногда из штанов выпрыгивали, и вот эта европейская система либеральных ценностей, во главе которых стоят права человека, вот, вот она казалась таким чем-то высшим, идеальным, к чему надо стремиться. И, ну, вот как-то так получилось, что в 2008 году, ну, относительно недавно, когда отмечалось 10 лет при соединении России к Совету Европы, вот так, если посмотреть, получается, что здорово в этом плане изменились подходы и настроения, как, опять-таки, как в обществе, на уровне руководства государства звучали не один раз соображения, как такого общеполитического характера, что, ну, зачем нам вообще может быть Европа, вот, и так проживем, тем более, когда цены на нефть высокие, так, и такого более, в том числе и исторического характера звучали соображения о том, что исторически для русского народа, в частности, многие ценности, как те же права общности людей, общины, они всегда рассматривались в качестве не менее ценных таких категорий, чем права отдельных индивидов, на что направлена защита. Ну, на защиту которых, собственно, европейская система в основном и направлена. Русская православная церковь здесь тоже позицию заняла соответствующую, несколько лет тому назад соответствующий документ был принят на соборе, где как раз тоже обращалось внимание на то, что для русского народа некоторые ценности не менее важны, чем права отдельных индивидов. Вот. Плюс то, что в прошлом году, вы помните, началось это все на юридическом форуме международном, который был в Санкт-Петербурге, где было несколько выступлений. После этого Торшин, зампредсовета Федерации, законопроект внес, ну, все помним, да, где предлагалось поставить под сомнение необходимость, безусловно, выполнять все решения европейского суда. То есть вот так все здесь вроде бы непросто, но на уровне таком разговорном и политическом. Но вот я, например, для себя так считаю и предложил бы из этого исходить, раз уж собрались мы, да, вот такой пятничный вечер здесь, что для нас, как для юристов, как для практиков, прежде всего, может быть не так и важно, как это воспринимается, и нужно это или не нужно, и даже каковы тенденции, куда мы двигаемся больше в сторону Европы или нет, потому что так уж сложилось, что все нормы, в том числе и Европейской конвенции, которые толкует, наполняет содержание, формируя свои правовые позиции, Европейский суд по правам человека, они, в соответствии с нашей конституцией, являются частью нашей правовой системы. Соответственно, мы, решая какие-то задачи практически, да, представляя интересы своих доверителей, защищая, игнорируя вот эту составляющую правовой системы, мы просто можем брак в работе допускать, да, и не дотягивать до того результата, который могли бы достигнуть, если бы это имели в виду. Тем более, что вот в понедельник был я на мероприятии, на одном, в Москве тоже конференция была Европейскому суду посвященная, выступал там человек из высшего, ну это просто как пример, наверняка вы другие примеры приведете, может быть, и в своей практике на эту тему, но выступал человек из высшего арбитражного суда, который там как раз курирует вот эту международную проблематику, в том числе и взаимоотношения с европейским судом. По поликаку, как вы его, может быть, видели, такой Дмитрий Афанасьев, известный специалист как раз в этой области. Вот он сказал откровенно, он говорит, что если поступает в высшего арбитражный суд, жалоба надзорная, в которой обоснованно только, подчеркну, да, не голословно, если действительно под этим есть позиция, обращается внимание на то, что у стороны есть основания, если ей будет отказано обратиться в европейский суд по правам человека, вот он откровенно говорит, для нас это одно из оснований, отнестись посерьезнее, вот, и, может быть, какие-то, поискать основания для передачи, которые в другой ситуации и не заметили бы. Вот, подобные же ситуации возникают и, может быть, в деятельности других органов, помимо высшего арбитражного суда. Плюс, вот, в последнее время, такая тенденция наметилась, что вот, когда мы сказали о том, что для нас, для юристов, для практиков, для адвокатов, европейский суд по правам человека, да, это, как один из, один из уровней, да, вот, на который мы можем рассчитывать в защите интересов своих клиентов, имея в виду, что какие-то решения нам не подходящие, мы имеем возможность поставить под сомнение, написав жалобу в европейский суд, и при достижении положительного результата, ну, вот, все хорошо, но это только надводная часть айсберга. Я не знаю, насколько вы в курсе, и, ну, так вроде бы, это тоже достаточно уже известная тенденция, но в последнее время огромное количество ситуаций и даже огромное количество жалоб уже поданных в европейский суд по правам человека из России, они не доходят до рассмотрения по существу, вот, и на достаточно таком раннем уровне, а ранний уровень это немаловажно, потому что окончательного это решения 5 лет можно ждать, вот, а здесь это намного быстрее, особенно когда речь идет о ситуациях достаточно типичных, особенно так называемых системных проблемах, существующих в отношении России, о которых мы сегодня будем говорить, будем их перечислять, вот, то просто с заявителями связываются, вот, и предлагают на государственном уровне какое-то урегулирование этой проблемы, после чего, соответственно, или жалоба ими отзывается, с заявителями имеется в виду, или заключается мировое соглашение, или сам суд на этом основании исключает жалобу из списка подлежащих рассмотрений. То есть вот это уже такая часть айсберга, которая ниже, то есть наверняка такое количество дел, решаемых без вынесения судом решения по существу жалобы, ну, их наверняка намного больше, может быть, в разы, чем того, что доходит до решения. Ну, и вот третье, то, о чем я сказал, что иногда даже сама угроза, самая вероятность, ну, угроза, слово плохое, но сама вероятность, само наличие основания для обращения в Европейский суд, вот, уже может каким-то образом поспособствовать тому, что та или иная проблема, она внутри государственном уровне может разрешиться. Вот, и, ну, собственно, вот из таких из общих вещей, последнее, что я сюда добавил бы, что не так давно, я вот сейчас как-то под рукой, у меня его нет, был принят указ президента, и после этого, ну, может быть, кто помнит, кто в руках держал указ президента, и в развитии принято постановление правительства о мониторинге права применения. Это тоже такая одна из тенденций, и где-то пару недель назад как раз в Министерстве юстиции там это празднование Дня юриста было совмещено, было заседание экспертного совета, создаваемого именно по мониторингу права применения, и выступал, ну, имеется в виду, во исполнении указа, и выступал министр, выступал его зам, который курирует это направление, и говорил о том, что одним из критериев оценки, да, правильности, нормальности, оптимальности права применения как раз и будет являться в соответствии той или иной правоприменительной практике того или иного органа, в том числе в практике и правовым позициям Европейского суда по правам человека. Поэтому я вот, например, в своей работе планирую, и на это тоже ориентировался, то есть при возникновении какой-то ситуации, один из каналов, по которым можно доносить до соответствующих структур государственных информацию в проблемах имеющихся, где-то, особенно если они системный характерносят, это вот в рамках вот этой деятельности. Всегда, когда мы говорим о деятельности Европейского суда, есть две стороны. Ну, так грубо говоря, если брать за, или по аналогии использовать нашу терминологию, такую более нам привычную для юристов российских, да, континентального права, вот есть сторона материального права и есть сторона процедурного. То есть имеется в виду, что Европейский суд, как мы знаем, как вы знаете, его основная работа, основная функция – это толкование применения конвенции и, соответственно, вот те правовые позиции, которые он формирует в рамках рассмотрения конкретных дел и составляет вот этот массив материального права, о котором, конечно, надо поговорить, в основном применительно к России, то, что представляет интерес для нас, ну и в особенности какие-то вещи достаточно свежие, о которых, может быть, не все успели услышать, а, может быть, ну и еще раз можно повторить. Вот это один аспект, а второй аспект – он процедурный. Это, собственно, та процедура, в рамках которой суд действует при рассмотрении дел. Ну вот здесь точно, может быть, не все до этого добрались, потому что процедура очень существенным образом изменилась в связи с вступлением силы, в силу того, что Россия его подписала, 14-го протокола к Европейской конвенции. То есть изменения серьезнейшие. Я, например, их, может быть, не все даже до конца осознал, может быть, и в суде они не до конца еще многие вещи устоялись. Ну вот об этом точно тоже надо поговорить. И тогда мы, наверное, договоримся, что все-таки так, как это названо, сначала возьмем немного часть материала, пройдемся по статьям конвенции, по несколько слов про каждую, чего-нибудь интересного скажем, и после этого перейдем к процедуре. Есть еще одна вещь – это судья, действующий от Российской Федерации, который вот уже два срока в Сразбурге находится, Коглер Анатолий Валерьевич, конечно, такой опытнейший, умнейший человек, если бы то тем более с ним общался, живьем, слушал его, согласиться со мной. Он каждый год проводит такое мероприятие небольшое, вроде семинара в Академии правосудия в Москве. Вот он как раз сегодня утром там был, и какую-то самую свежую статистику, самую свежую тенденцию дал, этого вообще никто не знает еще. Знаете, кто там был, и вот мы сейчас будем знать. Ну и я, наверное, это не буду имплантировать в общий текст всего, что я говорю, а где-то в конце просто так информативно какие-то вещи расскажу. Самые свежие цифры и самые свежие тенденции по этому году. То есть это вот уже, по крайней мере, ну то, что я вижу, третий или четвертый год подряд, в декабре, как подводит итоги деятельности суда в отношении России. Вот. Ну и раз договорились, тогда переходим к конвенции, к статьям ее в том разрезе, как суд их трактует. Вот. Предваряя разговор, собственно, о конвенции, ну понятно, что все учили международное право, все это помнят, но тем не менее, чтобы подойти, чтобы понять, где оно находится вообще в контексте международного правового регулирования. Дело в том, что, помним все из упомянутого курса международного права, что права человека, как институт правового, они вообще изначально формировались во внутреннем праве государства. Ну, по понятным причинам, всегда, когда речь идет о защите прав человека, то именно от государства человека, как мы знаем, как правило, приходится защищать, поэтому долгое время государства и не выносили это регулирование на уровень наднациональный, вот, старались, вот, с этим интимным вопросом отношения со своими гражданами разбираться самостоятельно. Вот. Так было долго, но с того момента, где-то века 17-го, как только стали впервые озвучать права и свободы человека, и фактически до века 20-го. Вот. Следующим этапом была так называемая конституционализация прав человека, когда они были закреплены в конституциях ряда государств европейских и США. Вот. И только вот уже в середине прошлого века, 20-го, в связи с принятием устава ОЛОН, всеобщей декларации прав человека, а затем принятием пактов 266-го года в гражданских, политических, социально-экономических правах, именно вот уже после, с этого момента можно говорить о том, что появилась такая отрасль международного права, как право международной защиты прав человека. Так вот, даже когда, вот сейчас мы называем, говорим, был устав, потом была декларация, да, в середине века, и только в 266-м появились два пакта. Вот. Ни устав, ни декларация, ну, вот если о декларации говорить, как о специальном акте в этой области, она не имела обязательного характера. Вот. А пакты, которые были юридически обязывающими документами, и сейчас являются, появились намного позже. И, собственно, к чему веду, что получилось так, что, будучи таким актом региональным, европейским, ну, европейская конвенция, которая в 50-м году была подписана, стала вообще в мировом масштабе первым специальным юридически обязывающим актом в области защиты прав человека. То есть в этом ее значение, и, собственно, оно даже и до сих пор сохраняется, как раз тоже на этом мероприятии, которое было в понедельник, кто-то примеры приводил, что даже суды американские, при том, что Америка членом Совета Европы не является, естественно, по понятным причинам наблюдательным, кстати, является, вот, ссылаются в обосновании своей позиции на решение европейского суда по правам человека. Вот. Ну и теперь по статьям, и перед тем, как, ну, знаем, да, что раздел первой конвенции, набор этих правил свобод основных содержит, но вот перед тем, как к ним переходить, на пару минут обращаем внимание на первую статью конвенции, которая определяет фактически сферу ее действия. Вот. И определяет таким специфическим образом. В соответствии с этой статьей государства-участники конвенции обеспечивают права и свободы, гарантированная конвенция, каждому находящемуся под их юрисдикцией. То есть вот на что обращаю внимание на эту формулировку. К каждому находящемуся под юрисдикцией. То есть что происходило? Когда конвенция готовилась, когда готовился ее проект, готовился текст, то были два подхода к этому вопросу, были такие две, что ли, позиции. Позиция первая сводилась к тому, чтобы написать, что государство гарантирует своим гражданам пользование правами и свободами человека. Вот. Поняли, что если этот вариант будет принят, то за рамками вот этой защиты останутся лица, проживающие на территории государства, но гражданами не являющимися. Иностранные граждане, апатриды, лица безгражданства и так далее. Вот. Другой вариант крайний сводился к тому, чтобы записать, что государство гарантирует. Ну, то, о чем шла речь, всем лицам, проживающим на территории соответствующих государствах. Здесь проблема обратная. Тогда граждане этого государства, находящиеся временно или постоянно по каким-то причинам за пределами его территории, опять-таки за рамками регулирования оказываются, что тоже нехорошо. Вот именно в связи с этим была в результате одобрена такая формировка, которую мы прочитали, и, собственно, что это такое, как суд воспринимает, что такое лицо, находящееся под юрисдикцией. Из дел, касающихся России, так, впервые достаточно четко суд это показал в деле, о котором, наверняка, все здесь слышали, оно так часто поминается к месту и не к месту, это дело и Лашки, и другие против России и Молдовы. То есть там фабула сводится примерно к тому, что вот этот вот заявитель Лашку и еще ряд других, они во время вооруженного конфликта в Днестрове участвовали в военных действиях на стороне Молдовы, вот, были, я уже не знаю, как это называется, в пленок взяли или задержали, вот, в общем, оказались они, были они без свободы на территории Приднестровья, вот, там всякие неприятности с ними происходили, вот, ну, вот, в результате чего они обратились в суд, там, пройдя какие-то инстанции внутренние. При этом обратились они с жалобой против двух государств, против России и против Молдовы. Вот, именно поэтому суду это дело разрешая, пришлось проанализировать этот вопрос, кто вообще в такой ситуации должен нести ответственность. Вот, этот Лашку, кстати, потом сделал карьеру политическую в Румынии, по-моему, сенатором стал, даже не в Молдавии. Вот, и что суд, ну, забегая вперед, но тем более, кто знает это дело, что был сделан вывод судом, что оба государства отвечают за нарушение прав человека, которые имели место, по его мнению, в этой ситуации, и аргументы здесь были такие, что Молдова, несмотря на то, что де-факто она эту территорию не контролировала в соответствующий период, ну, как и сейчас, не контролирует, она все-таки в соответствии с международным правом за территорию ее, и поэтому она должна была... да, ну, и о ее гражданах идет речь. Поэтому она должна была предпринимать все усилия любого характера, правового, дипломатического, военного, гуманитарного и так далее, для того, чтобы вот этих своих граждан защитить. Вот, и по каждому из заявителей был сделан анализ, там, что было сделано, а что не было сделано. Вот, и в отношении России, соответственно, позиция была зеркальная, да, что несмотря на то, что юридически это не российская территория, но де-факто в этот момент территория Приднестровья контролировалась Россией, в частности ее вооруженными силами, ну, и как всегда бывает, знаем мы с вами, да, это не специфика Европейского суда, но часто в этих делах судебных истина, она где-то в деталях, и результат определяется какими-то деталями, но вот в этом деле такой деталью было то, что какое-то время заявители содержались в заключении на территории Российской военной части. Два прецедентных решения, очень важных, вынесены на эту тему летом этого года, в июне, по-моему, вот сейчас не произнесу правильно фамилии заявителей, вот такие они, не английские, два дела против Великобритании, касающиеся событий в Ираке, где суд как раз признал ответственность Великобритании за нарушение прав человека, происходящее в Ираке. И таким основным критерием, почему суд признал ответственность Великобритании, хотя по похожим делам, например, по событиям в Большей Югославии, когда бомбардировки были, он наоборот, говорил, что страны НАТО не отвечают. Здесь критерием стало проведение наземной операции, что вот этот эффективный контроль как раз и позволяло осуществлять. Ну и то, что ближе к нам, это, там есть целый ряд дел сейчас, это и межгосударственная жалоба Грузии против России, и жалобы граждан Грузии, жителей бывших Южной Осетии против Российской Федерации, и наоборот, жителей Южной Осетии против Грузии. Вот такой целый комплекс, целый клубок дел, всего несколько сотен, по крайней мере, или может быть даже тысяч. Вот там, естественно, тоже вся эта проблематика, она очень остро стоит, и какие-то выводы тоже будут сделаны. По крайней мере, жалобы жителей Южной Осетии против Грузии, мы ведем несколько сотен жалоб, таких и как раз пытаемся доказывать, обосновывать, что именно Грузия несет ответственность за те нарушения прав человека, которые имели место три года назад, как его называют, трёхдневная, пятидневная или как война. Вот, это что касается статьи первой и сферы действия Конвенции. А из конкретных прав, которые Конвенция закрепляет, естественно, начиная с права на жизнь, вообще на секунду возвращаясь в такой короткий исторический эксурс, который мы делали, как там эта отрасль прав человека вообще формировалась. В процессе формирования появилось такое понятие «поколение прав человека». Наверняка слышали об этом, и вот первое поколение прав человека, которое исторически раньше всех возникло, это поколение гражданские и политические... права гражданские и политические. И вот право на жизнь – это как раз одно из важнейших прав гражданских, политических, относящиеся к первому поколению. Второе поколение – это были права социально-экономические. Ну и дальше уже пошло-поехало. Сейчас их кто насчитывает четыре, кто пять. Поколение – это уже дело вкуса и вряд ли слишком интересное. Так вот, в соответствии с этой статьей, ну собственно основная ее норма сводится к тому, что никто не может быть лишен жизни, иначе как во исполнении смертного приговора угнесенного судом на основании за преступление, в отношении которого законом такое наказание предусмотрено. Это первое. Второе – это то, что статья эта содержит перечень ситуаций, которые не рассматриваются в качестве нарушений со стороны государства. Это второй статьи. Даже если лишение жизни и умело место, это в частности, если лишение жизни происходит или является результатом абсолютно необходимого применения силы для защиты от противоправного насилия, осуществления законного задержания, предотвращения побега и для подавления бунта или мятежа. Вот. Это второй момент. И третий момент, очень важный в этой статье, вообще важный применительно к России, к российской проблематике, о которой будем дальше говорить. Важное – это первые две обязанности государства. Они носят негативный характер. То есть государству нужно воздерживаться от лишения жизни. Вот. А позитивное обязанность государства сводится к обязанности проводить эффективное расследование. В том случае, если все-таки лишение жизни по каким-то причинам произошло. То есть вот три момента. Первый момент – тема смертной казни. Естественно, он связан напрямую с проблемой такой одной из самых острых, которые были и, наверное, до сих пор сохраняются. Сохраняя свою остроту во взаимоотношениях России и Совета Европы, это тема шестого протокола к Европейской конвенции, который запретил смертную казнь. Да, ну вот тут просто юридически еще раз обращают, что конвенция допускает применение смертной казни, вот, а протокол как бы поднял уровень регулирования и смертную казнь запретил. Вот. Его все государства шли на Советы Европы, подписали, включая Россию, но Россия не ратифицировала, в связи с чем, и вот такие претензии по отношению к ней периодически звучат. А претензии звучат, кстати, потому, что, когда вначале мы сказали, что в 90-е годы все в Европу сильно торопились и хотели в Совет Европы поскорее вступить, то на этапе вступления России, Россия приняла на себя так называемые условия рекомендации. И среди этих условий рекомендации, ну, есть такие, которые действительно прямо связаны с проблематикой Совета Европы, с тем, что он занимается, да, то есть вопросы защиты прав человека, вопросы гуманитарные, вопросы верховенства права, те же обязательства по применению, по приведению процессуального законодательства в соответствии со стандартами Совета Европы. После этого кодекса разрабатывались новые процессуальные, в том числе с учетом экспертов Совета Европы. Ну, вот, то есть здесь все нормально. Но, кроме того, приняла на себя Россия какие-то обязанности, ну, которые, наверное, можно было бы и не принимать, если бы не так торопились, как та же ратификация протокола 6-го, вот, ну, который, или, которая, по сути-то, естественно, является внутренним делом России, и вряд ли стоило на себя эту обязанность брать. Вот. Ну, и там есть и другие вещи, тот же вывод войск из Приднестровья и так далее. То есть взяли обязанности по вопросам, которые вряд ли относятся к Совету Европы, и можно было и не брать. Вот. Но, тем не менее, вот на сегодня ситуация такая, что мы помним, как она у нас внутри обстоит, да, что есть моратория, плюс с учетом постановления известного конституционного суда, ну, вообще можно сказать, что проблема, она фактически у нас снялась, что безотносительно к мораторию уже эта мера наказания не будет, видимо, применяться никогда. Вот. Но, тем не менее, формально. Вот. Обязанности свои по отношению к Совету Европы мы не выполнили. Вот. Это тема первая. Тема вторая применительна к этой статье, то, что сказали, это те ситуации, когда допускается, ну, слово плохое, допускается лишение жизни, конечно, да, но не рассматривается оно как нарушение второй статьи. Вот. Это мы сказали, что будем перечислять так называемые системные проблемы в практике Европейского Суда, которые Европейский суд как бы вышли по отношению к России. Не забываем о том, что во всех практически этих делах, помимо того, что суд рассматривает по каждому из заявителей, насколько его лишение жизни было оправдано вот этими обстоятельствами, которые мы просчитали, насколько не было другого варианта, как говорится, у государства, у его силовых структур. Вот. Но еще одна из причин, за которую Россию наказывают, это отсутствие эффективного расследования. То есть практически. Вот если вы посмотрите, вот эти решения наверняка читали, они публикуются. Вот. То во всех делах практически содержится упрек такой в отношении России, что расследование не проводилось или не проводилось должным образом. Вот. И в качестве самостоятельной проблемы это то, что еще и Европейский суд, да, то есть не так относились к заявителям, да, но уже на этапе, когда дело в Европейском суде, тоже Европейский суд говорит о том, что по этим делам не очень Россия с ним сотрудничает, то есть материалы уголовных дел тех же не предоставляют, ссылаясь на наши внутренние нормы уголовно-процессуальные, ну и так далее. То есть вот есть такая проблема, ну и сказали, что есть, и все. Единственный момент, раз уж я про проблематику Южно-Осетинскую сказал, которой занимаемся, момент, который здесь надо иметь в виду, это то, что в практике суда, так уж получилось, что сформирована правовая позиция, в соответствии с которой непосредственная угроза жизни, вот если она действительно рассматривается в качестве прямой и непосредственной, тоже является нарушением второй статьи, то есть на это тоже можно жаловаться, ну мы как раз жалобы своих, вот, осетинских, мы тоже на это ссылаемся, потому что там это была ситуация распространенная. Ремарка такая, раз уж сказали в практике суда, вот что важно вообще так, наверное, понимать, когда речь идет о формировании практики суда европейского, что мы когда, ну просто я не стал об этом говорить, потому что у нас лекция не академическая, да, больше практического характера, а также принято начинать с источников, да, и вот источниками, регулирующими деятельность европейского суда, является прежде всего конвенция, в материальной части первый раздел, в процессуальной части, в процедурной второй раздел, во-вторых, это регламент суда, но помимо этого, так уж получилось, что за те годы, которые в суд действует, он огромное количество моментов, причем, сразу скажу, и материального, что более понятно, и процедурного характера, что может быть менее понятно, когда суд сам для себя процедуру создает, вот, но он сформировал в своей практике, и мы такие примеры как раз будем сегодня рассматривать, прежде всего, та же тема пилотных восстановлений, вот эта процедура, которая в практике суда появилась, она нигде не была записана, мы об этом будем еще говорить, вот, ну, так и вот здесь, есть достаточно много моментов, про некоторые сегодня будем говорить, которые появились просто в силу трактовки, иногда достаточно широкой, судом тех или иных конвенционных положений, вот, об этом не забываем. Дальше, статья, статья не менее актуальная для России, статья тоже, или применение которой тоже создает для России системную проблему, тогда пусть она у нас, номером два, тогда будет, это статья третья, которая запрещает пытки и бесчеловечное, и унижающее достоинство обращения или наказания, вот, о чем здесь идет речь, о том, что сразу, как только Россия в 98-м году юрисдикцию суда для себя признала в силу присоединения к Совету Европы, сразу после этого пошел поток жалоб, как раз по третьей статье, касающейся условий содержания в российских тюрьмах, следственных изоляторах, в местах лишения свободы и так далее. И суд буквально в первых же своих решениях по вот этой вот проблематике, восстановлению решения, вот, он сделал вывод о том, что во многих случаях условия содержания в упомянутых местах в наших реалиях приравниваются к унижающему достоинству обращения или наказаниям. То есть первое дело, самое известное, наверное, на эту тему было дело Калашникова, вот, о котором знаем все, вот, ну и после этого достаточно обширная практика сформировалась. Вот. Здесь, ну, наверное, нет смысла подробно говорить о критериях, хотя о каких-то, скажем, через, которые суд использует, о каких-то, скажем, через пару минут, но здесь главное, на что я бы обратил внимание, что вот в отличие от проблемы первой, ну, вот, мое личное мнение, что с этим сложно что-то сделать, ну, или не хочется, потому что, по-моему, можно было бы как-то по этой проблематике по праву на жизнь как-то сотрудничать, что ли, по-другому с судом, может быть, он относился бы по-другому к этим делам. Вот. Но здесь ситуация другая. Это системная проблема российская, в отношении которой сам суд признает, и, может быть, кто видел, достаточно часто прямо пишет в своих постановлениях, что в России совершаются определенные действия, проводится определенная работа для того, чтобы эту проблему решать. И я это вижу примерно для себя таким образом, что если, например, лет, ну, даже еще и 10 тому назад, или чуть больше, любая жалоба такого рода, она имела, ну, наверное, неплохие шансы на удовлетворение суду, потому что, в принципе, был общий подход, что любые понятные места в России, и вот они влекут унижающее достоинство обращения наказания. Что сейчас, конечно, ситуация другая. Вот. Работа велась и внутри России, вела работа, велась работа вместе с судом, и теперь можно увидеть какое-то количество решений, где даже прямо пишется, что, вот я таких встречал несколько решений, я не знаю, видели вы или нет, что заявитель жалуется на условия содержания, вот, в таком-то СИЗО, находящемся в таком-то городе, вот, а Европейский суд отмечает, что при рассмотрении таких-то дел его представители посещали, вот, именно это учреждение, вот, видели, что там делается, и что там нормально, более-менее. Вот. То есть суд теперь подходит намного, намного более дифференцированно к этим вопросам. Еще один момент, чтобы не забыть, ну, обязательно, конечно, помним, что при определении, насколько вообще есть нарушение третьей статьи, суд учитывает срок. То есть, если срок содержания по сражу является, ну, до суда, здесь мы говорим про тему до суда, является чрезмерным, то это всегда является одним дополнительным аргументом в пользу того, что нарушена третья статья. Вот. И, ну, для того, чтобы посмотреть, такие последние тенденции, как суд это применяет, я вот сюда, когда летел, какие-то решения, относительно недавно опубликованные, посмотрел, то есть решение Волчков против Российской Федерации, вот, где суд, исходя из того, что площадь в камере была менее трех метров на человека, да, что даже меньше наших нарушений. Сделал вывод о том, что есть нарушение Новинский против Российской Федерации. Ну, Волчков, если интересно, это 14 октября 2010 года, на решение Новинский против России 9 февраля 2009, там тоже проблема переполненности, вот, а в решении Макаров против Российской Федерации 12 марта 2009 года, вот, там как раз более-менее полный перечень всех критерий, из которых суд исходит, для определения того, было или нет нарушения. То есть, ну, площадь на человека, тема переполненности сказали уже, планировка, камеры, например, отсутствие пространства для передвижения, условия для прогулок, то есть, в деле Макарова суд посчитал, что если человек 23 часа в сутки лишен возможности для прогулок, то это уже само по себе является нарушением. Тема освещения, вентиляции, туалета, то есть, вот это вот все, все эти критерии в этом решении можно увидеть. Ну, и завершая с третьей статьей, вообще общая идея, общий подход сюда, суда он такой, что само по себе уголовное наказание в виде лишения свободы, оно какой-то минимальный уровень жестокости уже в себе несет, ну, просто в силу самого характера, в силу того, что это лишение свободы. И задача суда, как он сам для себя ее определяет, это убедиться в том, что этот уровень не является чрезмерным. Но вот по каким критериям он это делает? То есть, имеется в виду, что и конвенция, и суд подробно это развил в своей практике, тоже достаточно четко сформировал критерии, исходя из которых такое заключение по сражу допускается, или отказ от освобождения допускается. То есть, критерия 4, это риск того, что лицо не явится на судебное разбирательство, первый критерий, и второй риск того, что в случае освобождения будет препятствовать отправлению правосудия, третий совершит другое преступление, и четвертое нарушит общественный порядок. Особо суд отмечает, что сама по себе тяжесть преступления, в котором человек обвиняется, не может являться, подозревается, не может являться основанием для заключения под стражу. Ну и, соответственно, каждый из этих критериев тоже развивается, и получается так, что достаточно много каждый год уносится решений судом, из которых следует, что та практика, которая существует у нас, она не совсем этим критериям соответствует. И здесь я на что внимание обратил бы, что, ну это опять-таки к вопросу об источниках, наверняка выписываете, считаете бюллетень европейского суда. Я-то его так как художественную литературу считаю, даже если это и не, и для работы не нужна интересная штука. Там об этом писали, что вообще вот эта тема основания заключения по стражу до суда, она, видимо, остроту приобрела даже в текущем году не только для России, а для целого ряда стран, потому что комиссар Совета Европы по правам человека от 18 августа сделал заявление, от 18 августа этого года, где на несколько проблем с этим связанных обратил внимание. Одна из проблем это то, что суды повсеместно, несколько стран перечислены, ограничиваются тем, что используют стандартные формулировки. Да, ну то, чем все сталкивались наверняка, да, что у человека есть загранпаспорт, вот, и там еще и виза, не дай бог, стоит, значит, он может скрыться. То есть, вот, для судей, не знаю, вообще может не знать, что такое паспорт. Вот, то есть это, вот то как раз, о чем идет речь в этом заявлении, ну и так можно прогнозировать, что, наверное, может еще и ужесточиться подход суда по отношению к этим вопросам, ну, что, соответственно, будет давать больше перспектив тем, кто в этим основаниям жалобы будет направлять. Ну, это так можно предвидеть, как-то же они там координируются, наверное, в разные куски Совета Европы. Раз комиссар заявил, значит, как-то суд, наверное, будет это в своей деятельности учитывать. Вот, ну, дальше шестая статья, самая известная, наверное, право на справедливое судебное разбирательство или право на суд. Если коротко, вообще есть статистика, она, может, там, не самая свежая, вот у меня, но по состоянию на какой-то год, не очень древний, 2000 какой-то, процентов, по-моему, 65 решений, которые выносились европейским судом по правам человека, они касались применения именно шестой статьи и жалобного нарушения именно статьи 6. И, ну, это с одной стороны, и с другой стороны, то, что мы прекрасно понимаем, это то, что в большинстве случаев из этих 65% жалобы касались одновременного нарушения нескольких прав конвенционных, то есть шестой статьи и еще чего-то, да? Вот, как та же, про пятую сказали, например, да, то есть человек ссылается на то, что его без должных на то основание заключили по сражу до суда, соответственно, он говорит о том, что нарушена статья пятая и нарушена статья шестая, потому что суд при этом, вот, какие-то критерии этой статьей установленные он нарушил. Ну, а, собственно, критерии эти, я, естественно, всю статью цитировать не буду, но основные положения все-таки перечислены, да, сводится она к тому, что каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспрестрастным судом, созданным на основании закона. Да, то есть, справедливость, публичность, разумный срок, независимый суда, беспрестрастность и создание суда на основании закона. Вот, если комментарии любую взять к конвенции, ну, я сказал, любую, их вообще не так много существует, таких, по крайней мере, объемных, нормальных, но, тем не менее, если взять, то получится, что на каждой из этих признаков, на каждой из этих критериев исправили все судебное разбирательство. Огромная практика судом наработана за несколько десятков лет его существования. Ну, в том числе, такая практика и по России нарабатывается. Вот. А главное, ну, тем более, когда мы говорим о том, что часто жалуются на нарушение одновременно нескольких статей, и одна из них шестая, то есть, главное, о чем помним, я даже не думаю, что сейчас подробно, я думаю, все понимают, о чем речь, это то, что статья носит процедурный характер. То есть, жаловаться на нарушение шестой статьи, это значит, жаловаться на нарушение процедуры. Потому что можно услышать, когда даже коллеги наши с вами, то есть, юристы, да, применительно к какой-то ситуации говорят, что вот я считаю, что суд, неважно какой, применил неправильно уголовный кодекс или, я не знаю, закон об акционерных обществах. Вот. И поэтому вот нарушена шестая статья. То есть, вот это точно неправильно. Это тогда, вот, жалоба, наверное, не будет иметь перспектив. Вот если так ее разворачивать. Вот. То есть, нарушение шестой статьи это нарушение процедуры. Вот. Это, это основное. Значит, дальше, что мы про шестую статью скажем, потому что как раз уже не это можно чуть подробнее поговорить. Это то, что, ну, с одной стороны мы перечислили критерии справедливости судебного разбирательства, да, но с другой стороны несколько минут тому назад мы сказали, что суд сам такую достаточно активную позицию занимает в структовке конвенции. Есть такой термин, прямо в решении суда вы его встречали наверняка, что конвенция это живой организм. А суд, вот его функция это живой организм развивать, познавать и так далее. вот, так вот, здесь как раз один из моментов, на котором это можно увидеть, что ну, было это когда-то судом сформулировано по делам другим, против других стран, вот, а в России, наверное, самое известное из всех дел, если опрос провести против России, это дело Бурдова, да, вот, так вот, в деле Бурдова, применительно к России, суд впервые сформулировал, что справедливое судебное разбирательство это не только соблюдение тех или иных процедур при рассмотрении дела в суде, но что к нему относятся и право на получение того, что присуждено, присуждено, я не знаю, как правильно, да, то есть этого нет в норме, но суд, толкуя норму 6 статьи, сказал, что если бы было по-другому, тогда прислось бы посчитать, что эта норма она неживая, потому что она ничего никому не дает, да, то есть процесс нормальный, вот, то, что присудили, не получишь, вот, а неживых норм априори конвенции быть не может, значит, надо ее таким образом трактовать, вот, ну и соответственно, чем это все закончилось, вы, естественно, знаете, что было вынесено это решение, потом спустя, спустя какое-то время было вынесено решение Бордоу-2, вот, и оно как раз стало пилотным для России, имеется в виду, что мы позже скажем о том, что такое процедура пилотного постановления, а здесь просто напоминаю, что рассмотрение всех подобных дел, их было очень много, вот, подобное дело Бурдова, то есть чернобыльцы, там, другие лица на какие-то выплаты претендующие, рассмотрение всех дел было приостановлено, вот, а России было велено в определенный срок принять специальный закон, который позволял бы людям получать компенсации внутри страны за нарушение срока судебного разбирательства, вот, и за праволожки в исполнении решения суда, вот, такой закон был принят, хотя в срок и не уложились, вот, сейчас он уже работает, в этом законе прямо написано, что при определении размера этих компенсаций суды ориентируются на те размеры, на размеры того, что европейский суд по правам человека присуждает, как правило, вот, и в связи с этим, ну, наверное, большинство жалоб, которые были, рассмотрение, которое было приостановлено в связи с этим пилотом, они будут сняты с рассмотрения, вот, в связи с тем, что появился внутренний механизм, пожалуйста, обращайтесь туда, вот, вот такая ситуация здесь, значит, дальше, момент очень важный, когда мы говорим о шестой статье применительно к России, это тема надзора, тема надзора, нам сегодня с двух сторон о ней придется поговорить, то есть, сейчас в одном таком аспекте, и через какое-то время, когда будем говорить о процедуре в европейском суде, применительно к вопросам приемлемости, вот, применительно к, вот, к теме шестой статьи, проблема надзора сводится к тому, что, как мы помним прекрасно, в России и в других странах бывшего СССР, вот, ну, кстати, и в других странах Восточной Европы тоже, не только СССР, исторически, даже после распада СССР сохранялась, сохранялась надзорная инстанция в таком виде, что ряд лиц, то есть, прежде всего, председатели высших судов, их замы и генпрокуроры его замы были наделены правом приносить протесты, наступившие в законную силу решения и приговоры, вот, ну, и еще ряд моментов, то есть, в результате суд достаточно быстро рассматривая такие дела, пришел к выводу, грубо говоря, что, то есть, он сказал России и другим странам, что, ребята, ваш надзор это вообще не суд, то есть, я вот эту инстанцию судебную ее за суд не считаю, вот, откуда два вывода следовало, ну, об одном из них мы будем позже говорить, а сейчас мы скажем о том, что, получилось так, что любые судебные акты окончательные, если не отменялись в порядке надзора, вот, то заинтересованные лица, пострадавшие от этой отмены, могли в европейское суд обращаться с очень высокой, почти автоматической, возможно, такой вероятностью того, что соответствующая жалова будет удовлетворена, то есть, будет признана нарушением со стороны России, вот, это вызовало, да, это, кстати, тоже системная проблема, если кто ведет реестр системных проблем, то это тоже тему на взор, обязательно туда записывайте, вот, что в результате получилось, получилось, опять же, что это создавало колоссальное напряжение такое политическое в отношении России и Совета Европы, потому что, конечно, какому государству понравится, когда ему говорят про его высшие суды, что это не суды, это, вот, какая-то квазисудебная, административная, там, или еще какая процедура, вот, но это из такого, из неконструктивного, если говорить о конструктиве, то Россия предпринимала определенные усилия к тому, чтобы реформировать вот свое законодательство процессуальное в этой части, да, чтобы в соответствии со стандартами Совета Европы его привести, вот, и применительно к к арбитражному процессуальному законодательству, вот, это было успешно сделано, то есть, были внесены изменения в арбитражный процессуальный кодекс, процедура, да, процесс надзорной инстанции полностью изменился, вот, по всем критериям, которые сказали, да, то есть, появился срок, вот, то есть, соответственно, нет понятия протеста, да, есть понятие жалобы, которую рассматривает тройка судей профессиональных и решает вопросу передачи или не передачи в президиум, круг оснований, причем, такой, достаточно жесткий и исчерпывающий, это вот, как сказал тот же этот человек, из-за шутбитражного в очередной раз эту стату я услышал, что вообще общий подход был, что орел не ловит мух, да, то есть, все, теперь все сформулировано таким образом, чтобы только наиболее принципиальные и серьезные дела пересматривались в порядке надзора, а остальные, даже если и есть там какая-то а-ля судебная ошибка, вот они все это отбрасывают, вот, и что важно, кстати важно, и как ни странно, это не очевидно, потому что в понедельник мы сидели и, ну, вроде специалисты и суда люди были, и из высшего арбитражного суда, но можно сто процентов сказать, то есть, какой подход европейского суда сейчас никто не мог, ну, я предлагаю считать, по-моему, есть для этого все основания, начиная с девятого года несколько решений европейский суд вынес, вот, в которых он фактически показал, что такой надзор он признает в качестве инстанции судебной, соответственно, сейчас обращаться в европейские суды говорить о том, что вот отменили в надзоре вынесенные в моем пользу судебные акты, то есть, это уже смысл потерял, но еще раз говорю, начиная с 2009 года, в этом, в судах общей юрисдикции, ситуация другая, то есть, до недавнего времени в ГПК, вот, все, да, единственное, я что еще не сказал, что важно, просто сказал про ГПК, то есть, какая норма была в ГПК внесена, которая как раз была направлена на вот эту увязку со стандартами Совета Европы, одно из оснований для пересмотра по нескольчимся обстоятельствам, это решение европейского суда, а коли надзоре мы говорим, то там нарушение правил, основополагающих правил свобод человека, основания для пересмотра в порядке надзора судебных актов, но это фактически то же самое, потому что это нарушение, сами вышечники говорят, что это доказывает прежде всего, если по твоему делу вынесенное решение европейским судом, то можно доказывать, что в твоем деле эти принципы и нормы международного права области права человека нарушены, вот, а общей юрисдикцией все было по-другому, то есть, изменения соответствующие не вносились, то есть, до настоящего момента суд скептически продолжил относиться к надзорной инстанции и только относительно недавно изменения приняты вступили в силу, точнее, вступают они в силу с 1 января, если я не ошибаюсь, поправите меня, вот, и теперь остается вопрос, на который опять-таки никто ответа не знает, это как европейский суд эти изменения воспримет, так он будет относиться к этой процедуре надзора в судах общей юрисдикции по гражданским делам, то есть, некоторые эксперты высказывают скептиз, на все еще, говоря о том, что, ну, может быть, не до конца эта работа проделана, там, кто-то говорит, что, может быть, и нормально воспримет, потому что все-таки в политической области тоже лежит вопрос, все-таки как-то надо договариваться Российским Советом Европы, но вот увидим это, когда кодекс заработает, ДПК в таком виде, но, конечно, проблема, вот, которая касается европейского суда по правам человека практически, это, конечно, тема сроков, потому что, вот, я пример приведу, что я имею в виду, ввиду дело сейчас по Украине, против Украины, жалобам, российский предприниматель, которого там лишили каких-то активов, на Украине появилось, помимо, ну, у них арбитражных судов нет, у них хозяйственные суды, вот, и суды общей юрисдикции, появилась третья ветвь, вот то, о чем у нас разговоры идут, это ветвь судов административных, то есть, вот, только-только принято принято соответствующее регулирование, ну, и там тоже какая-то структура, да, иерархия этих судов, вот, что считать окончательной инстанцией, что считать окончательным решением, ну, вот, узнать невозможно, потому что жалобы только поданы, а ответит суд на них через несколько лет, в течение этих нескольких лет, все, кто будут жалобы подавать, будут находиться в ситуации какой-то неопределенности, вот у нас, видимо, тоже так будет с первого инваля, потому что, как бы, этот надзор изменится, а как суд будет к этому относиться, мы будем узнавать по мере, одна надежда, что, может быть, процесс будет быстрее двигаться после принятия шестернадцатого протокола. Вот, это, что касается шестой статьи, наверное, наверное, а, нет, момент важный и тоже системная проблема, которая называется всегда, даже, может быть, в числе первых, трех, а у нас она уже какой-то, пятой или шестой, получается, это, у нас написано, что одна из составляющих, один из критериев справедливости судебного разбирательства это разбирательство в разумный срок, вот, соответственно, много решений выносятся против России, где как раз признается, что те сроки, в которые дела рассматриваются, они неразумные, и, но, справедливости ради, скажем, что Россия, это не специфика, Россия, вот, и, например, традиционно считается, что больше всего проблем со сроками судебного разбирательства виталия, то есть, какие-то, они видны, люди южные, на солнышке размягченные, вот, и неторопливые, то есть, по ним, вот, такое пилотное постановление насчет необходимости принятия специального закона насчет компенсации за нарушение сроков, намного раньше было принято, чем по нам, и самое смешное, что после этого, после жалобы в Европейский суд по поводу сроков рассмотрения, вот, вот уже этих жалоб на сроки, ну, то есть, все совсем в такой итальянский, какой-то, маразм превратилось, вот, ну, тем не менее, там, в Италии и Талии, но по нам, это проблема системная, вот, которую все признают, вот, решения постоянно выносятся, значит, здесь на что обращаю внимание, на то, что, опять-таки, есть три критерия, исходя из которых суд, ну, ведь нельзя сказать однозначно, да, что три месяца это нормально, а три с половиной уже много, вот, суд всегда в каждом отдельном случае исходит из трех критериев, когда определяет, был срок нормальным или нет, критерий первый, естественно, это сложность дела заявителей, критерий второй, это поведение заявителя, и критерий третий, действия компетентных властей, и вот, как, ну, не две чашки, а три чашки весов, и он каждое дело взвешивает, каждый срок взвешивает, и говорит, что здесь нормально, а здесь нет, например, вот дело Калашникова, о котором мы говорили, да, одно из первых дел против России вынесенных, вот, там, по-моему, ну, там он, он, чуть ли, пять лет, что ли, это все у него продолжалось, вот, суд посчитал, что, соответственно, сложность дела, такой срок длительный не оправдывает, а заявитель своими действиями, ничего такого не делал, чтобы специально затягивать, соответственно, государство тоже ничего не делало, для того, чтобы этот срок, как-то, к чему-то нормальному свести, и признал, что было нарушение, вот, но это вот из того, что известно, и из такой истории, ну, если, такой более экзотический, привести пример, как суд оценивает нормальность срока, исходя из этих трех критериев, вот, это то, что касается шестой статьи, наверное, наверное, седьмая статья, ну, наверное, несколько слов буквально, она называется наказание исключительно на основании закона, выражает принцип, еще римский, нулям грименцины леги, то есть, нет преступления без закона, то есть, никто не может быть осужден за совершение какого-то действия или бездействия, которое признавалось преступным, законом, действующим на момент его совершения. Вот. И исключением из этого принципа является осуждение лица за действия, которые являются уголовным преступлением в соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными странами. Вот. И вот здесь, конечно, вот это, ну, то есть, вроде бы, все понятно, вот, но вот эта последняя формулировка про общие принципы права, ну, для меня, например, непонятно, мне как-то всегда казалось, что в области права уголовного никаких особо общих принципов, которые оправдывают или являются подтверждением преступности, чего-то быть не должно. Вот. Но здесь такое и есть, и, конечно, это дает простору для принятия судовым решения, за которое его же потом и упрекают в политизированности и так далее. Дело одно из самых известных было, когда граждане, ну, видимо, насколько я помню, бывшие руководители силовых структур, бывшие ГДР, были осуждены за то, что отдавали приказы стрелять по лицам, которые через стенку брелинскую пытались перелезть на свободу. и, ну, естественно, они, позиция защиты была и позиция заявления в Европейский суд по правам человека, что те действия, которые совершали эти люди, они по законодательству ГДР, то есть, в стране, где они жили, преступными не являлись. Вот. И даже наоборот, они сами выполняли приказ и не выполнение этого приказа, вот оно было бы преступлением. Но, тем не менее, суд отказал в удовлетворении этой жалобы, вот, сославшись на вот эту вот последнюю формулировку про общие принципы, ну, чем, конечно, вызвал упреки. Вот. Ну, и там у бывшей Югославии тоже были подобные дела. Вот. Вот так. Дальше. Статья 8-я. Право на уважение частной семейной жизни. Несколько моментов здесь. Ну, момент первый, просто разложите Смирновых вспомнили, может быть, еще разоки, больше не будем их вспоминать. Это в их деле было признано нарушение статьи 8-й в связи с тем, что в рамках вот этой кутерьмы, о которой мы говорили, в одной из них был изъят паспорт следствием. и суд пришел к выводу, что именно применительно к России с учетом, как написал суд, гипертрофированной роли паспорта в нашей действительности. Лишение паспорта является нарушением права на уважение личной и семейной жизни. то есть эти данные жалобу хорошо писали или помогал кто и был у них целый набор документов подтверждающих, что паспорта нет, вышла на улицу, хотела в поликлинику пойти, не приняли, хотела на работу устроиться, естественно, не взяли, потом документы проверили, забрали, ну и так ребенка в детский сад тоже не удалось устроить. вот, то есть этим всем они подтвердили, что это нарушает их право на уважение личной и семейной жизни. Такой вывод специфический именно для России, потому что паспортов в понимании нашем в многих странах европейских как мы знаем нет вообще. Вот, это один момент, но тоже больше курьез. Если говорить не о курьезе, вот, а то, что действительно важно и может пригодиться, это то, что, ну вот мы упомянули первое поколение прав, и собственно вся конвенция, она в основном первое поколение прав. Вообще так, в теории считается, что в ней гражданские политические права, а экономические почти нет, хотя это не совсем так. но тем не менее, в конвенции нет права такого важного, и которое, как мы знаем, с каждым годом все важнее становится для всех нас, это право на благоприятную окружающую среду. Такого права конвенции нет. Вот, тем не менее, суд вынес несколько лет тому назад решение по делу Фадеева против России, и в этом решении он признал, что право на благоприятную окружающую среду является составляющей вот это вот право на неприкосновенность личной семейной жизни, и соответственно нарушение этого права это нарушение восьмой статьи конвенции. То есть, в этом деле, опять-таки, кто читал, может быть, фабулу точнее помнит, но заявительница, жительница Череповца проживала в непосредственной близости вот комбината металлургического, который принадлежал, сейчас принадлежит акционерному обществу Северсталь, вот, то есть, по существующему регулированию имела право на отселение из зоны непосредственно примыкающих к производству, вот, соответственно, не добившись этого в наших судах обратилась в суд европейский, вот он, такой вывод сделан, который наверняка еще будет достаточно актуален и для других дел с участием заявителей из России, но, видимо, немного таких дел, потому что системной проблемой это, слава Богу, не стало. Второй момент, о котором хочу сказать применительно к восьмой статье и, кстати, к вопросу о том, что все-таки есть права, похожие на экономические, которые конвенция. Ну, просто так, чтобы на секунду отвлечься, все помним, да, что в рамках Совета Европы, помимо конвенции по правам человека, которая гражданские и политические права, прежде всего, защищает, есть еще целый ряд конвенций, и если говорить о социально-экономической области, это европейская социальная хартия, которая в России относительно недавно практифицировала, вот, но там другой механизм контроля, то есть жаловаться на нарушение хартии европейской суд нельзя, вот, об этом тоже иногда забываем, но, тем не менее, конвенция есть нормы, носящие такой социально-экономический характер, многие именно практикой суда выработаны, вот, важнейшие из них мы чуть позже поговорим, это статья 1, протокол номер 1, вот, а здесь, возвращая к статье 8, говорим о том, что право на жилище тоже рассматривается европейским судом в качестве составляющей право на неприкосновенность личной семейной жизни, вот, ну, вот, соответственно, опять-таки, в этой проблематике осетинской нашей, где многие из наших заявителей, в том числе и жилья, лишились в результате обстрелов из града, там, и так далее, вот, ну, мы как раз посылаемся на нарушение 8 статьи тоже, ну, так, вроде бы, по 8 все, что касается статьи 9, свобода мысли, совести и религии, ну, было какое-то количество российских дел, где заявителями выступали религиозная организация, к которым либо было отказано в регистрациях, вот, либо они были ликвидированы за нарушение законодательства, с этим не соглашались, вот, ну, такая определенная практика по этой статье есть, вот, ну, пропустили мы еще, или даже, нет, ничего не пропустили, переходим, наверное, все-таки к 10 статье, а потом скажем о каких-то общих вещах, которые касаются и 8-е, и 9-е, и 10-е, и 11-е. Так вот, 10-я статья очень важная и занимает очень такое большое место в практике суда европейского. Это право на выражение собственного мнения. Вот, дело в том, что это даже шире, чем просто подход европейского суда, а вообще подход Совета Европы, он таков, что, ну, права разных много, но вот именно к свободе слова Суда, Совет Европы с таким спиететом относится определенным. Вот, и что это обозначает или означает на практике? Это означает то, что часто достаточно возникают ситуации, когда разные права, ну, сейчас пока не говорим какие, ну, просто это же жизнь, и те или иные права одних лиц могут как-то вступать в противоречие с правами других лиц. И, конечно, суду, в частности, суду европейскому по правам человека или судам другим внутригосударственным, которые дела рассматривают, им надо вот как-то выводить какой-то баланс. То есть, нельзя одновременно защитить. И что защищать? Чье право? Восьмое. Восьмое, напоминаю, да, это у нас право неприкосновенности личной семейной жизни. Десятое, право на выражение собственного мнения. То есть, абсолютно стандартная ситуация, когда жалуются например, жалуются средствам массовой информации, говоря о том, что к нему применены санкции какие-то внутри государства, или санкции административные, или гражданское право, или даже уголовно-право в рамках дела о клевете за вторжением фактически в частную жизнь тех или иных лиц. Вот очень часто суд рассматривает такие дела, как раз принимают в сторону СМИ, особенно, когда вот эти лица, о которых идет речь, вот они ВИПы, такие персоны публичные. Когда я говорю, что можно считать практику Европейского Суда как художественную литературу, там же ездила с участием разных известных личностей, рок-звезд, политических деятелей известных, и так далее, вот там какие-то светские персонажи, какие-то князья Монако, там, и княжные, вот именно по таким делам судились и суд часто говорил, что ребята, вы публичные персоны, вот, общество имеет право интересоваться вашей жизнью, вот, поэтому относитесь нормально к тому, что о вас пишут. Ну, и, кстати, забегая вперед, скажем, что наверняка знаете, кто такой категорией дел занимается, что сколько-то лет тому назад Верховный суд постановления пленума принял, вот именно по этой категории дел в защите части достоинства делового репутации, вот, и там как раз прямо в тексте ссылки на практику европейского суда содержатся в каком-то количестве, собственно, что и понятно, потому что у нас все-таки практика, ну, особенно несколько лет тому назад практика таких дел, она была меньше наработана, наверное, вот, а в европейском суде это занимает достаточно существенную часть того, что он делает, и поэтому практика обширная сформировалась и позиции сформировались, вот, ну, и плюс, опять-таки, если говорить о теме вот этого соотношения, где отдавался приоритет 10-й статье, дело, о которой, о котором знаете наверняка, потому что ваш землякий коллега, да, Кабанов против Российской Федерации, вот, относительно недавнее дело, вот, там взвешивались 10-я и 6-я статьи, я, кстати, еще раньше таких дел видел какое-то количество против других стран, в том числе и стран, как их сейчас называют, бывших социалистических или народной демократии, не знаю, какие-то, Польша, Венгрия, вот были такие дела, где по фабуле примерно одно и то же, то есть, или одним из участников процесса, или адвокатом, или еще кем-то, делали заявления какие-то обидные в адрес суда, в адрес суди, вот, и возникала коллизия, да, то есть, когда на суд таким образом давят в преддверии процесса, это вроде как нарушает шестую статью независимость беспресрастность, но с другой стороны право на выражение собственного мнения нет, есть, точнее, вот, и как раз в тех делах, которые я видел, которые я помню, к такому же выводу суд приходил, как вот в этом деле Кабанов против Российской Федерации, при том, что надо сказать, что формулировки, которые использовались в адрес судьи, там еще и пожестче были, вот, и погрубее, но тем не менее, говорил, что, ну да, может быть, это не совсем приятно, но тем не менее, как бы, статус судьи, он таков, что должен быть человек готов и к интересу общества, к себе, вот, и к тому, что какие-то мнения, осуждения и так далее будут высказываться, вот, так что в детских растут случаи, когда решение по Российской Федерации легко в такую кодву правовых позиций, которые судом сфагнорованы были по странам другим, ну, просто мы этого не сказали, но давайте здесь на этом остановимся, а то потом потом забудем, все-таки, что очень важно, да, если мы говорим о практике европейского суда, это то, что она носит прецедентный, ну, ярко выраженный прецедентный характер, ну, что даже удивительно, вроде бы среди государств, членов Совета Европы, большая часть это страны континентальной системы, и, ну, вот, тем не менее, суд пошел по этому пути, и любое решение мы берем и видим такую цепь ссылок, вот, что, конечно, полностью, ну, если не полностью, то очень существенным образом влияет на работу того, кто жалобу готовит, вот, там, вот, адвокат или сам заявитель, вот, я даже когда-то с одними судей общался достаточно давно, вот, и, ну, а судья есть, не от России, но, континентальной, от страны континентального права, то есть, даже сами судьи это с раздражением воспринимали, они говорят, что сидят эти обученные англичане, которые всю жизнь этим занимаются, у них там программа стоит, он кнопку нажимает, просто, вот, и ему находятся прецеденты, готовые жалобы получаются, вот, ну, по моему ощущению, работа действительно имеет свою специфику, работа, работа другая, вот, ну, а вот здесь столкнулись с примером, да, как раз того, каким образом прецеденты, сформированные под другим странам, вот, выразились в решении и вынесено, против, рассеек. Спасибо. Спасибо.